Последние штрихи и недельная работа завершена. Воспитанники девятой группы 407 детского сада сделали маслену. Уже второй год подряд они выбирают направление эко-кукла. По условиям конкурса она должна быть полностью выполнена из натуральных материалов. Каркас из березовых черенков. Основанием послужила лыка, обшитая хлопковой тканью. Наряд куклы соткан из льна, а голову украшает шерстяной платок, которому уже более ста лет. Его принесла одна из сотрудниц детского учреждения. Родители не остались в стороне. Кто-то принес ткань, кто-то бусы, а некоторые отцы вместе со своими сыновьями помогали скреплять каркас. Украшали маслену девочки совместно с воспитателем девятой группы Ранией Жуковой. Она работает в саду уже 11 лет. Рассказывает сюда водила и своих детей. Говорит, удовлетворена результатами своей работы. Дети, они включаются моментально. У них такое удовольствие все это делать. Но дети, они вообще всегда благодарны. Им, что не предложение, всегда все хотят сделать. Ну, как бы поэтому, а тем более, если это делается что-то невероятное, да, причем что можно же и намусорить, лыко-то оно сыпется. И когда получается из какой-то кучи получается, ну, такая вот все-таки, да, красота, ну, конечно же, дети очень включаются. Они очень такие прям активные всегда. Во время подготовки к таким конкурсам дети знакомятся с народной культурой и традициями. У них появляется возможность освоить новые приемы и технику народно-прикладного творчества. Нужно не забывать в детях формировать различные чувства и патриотическое чувство, как бы ответственности за свою страну, понимание своей страны и народа, к которым ты принадлежишь, очень важно имеет значение. Ну, естественно, дети под руководством умелого воспитателя зажигается эта идея, им это очень нравится. Сделать свою масленую и принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету и отправить несколько фотографий работы на электронную почту организаторов. Высота куклы должна быть не менее полуметра. При изготовлении допускается применение любых материалов, но стоит учесть тот факт, что выставка будет проходить под открытым небом. Заявки принимаются до 1 марта. По итогам конкурса жюри, в которое входят художники, ведущие специалисты в сфере прикладного творчества и декорирования, педагоги дополнительного образования и представители администрации Самары определят победителей и призеров в каждой номинации. Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События.